Добрый день! Разрешите представиться. Зовут меня Александр Сергеевич. Я являюсь старшим научным сотрудником Музея Диорамы «Курская битва. Белгородское направление». В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне наш музей представляет в Гражданском Патриотическом центре Белгородского государственного университета выставку «Женское лицо войны» Наталья Баде. Свою профессиональную трудовую деятельность Наталья Баде начала в 1938 году. В 1941 году добровольцем вступила в редакцию газеты Юго-Западного фронта «Красная армия». И, будучи корреспондентом этой газеты, прошла суровыми фронтовыми дорогами. На фотографиях, созданных Натальей Баде, мы с вами видим бойцов и командиров Красной армии в 1941, в 1942, 1943, 1944, 1945 годах. На фотографиях представлены бойцы самых разных родов войск. Здесь и снайперы, и танкисты, и разведчики, и артиллеристы, и связисты. Представлены боевые будни, представлена жизнь на линии фронта. Представлены боевые эпизоды. Вашему вниманию представлены фотографии, изображающие старшего лейтенанта Красной армии с пистолетом-пулеметом системы Шпагина, знаменитым ППШ, с которым солдаты Красной армии тяжелыми фронтовыми дорогами прошли от Бреста и до Берлина. Здесь же вы видите снайперов Красной армии. Значительное число фотографий было сделано Натальи Баде в Сталинграде. Во время Сталинградской битвы, и вашему вниманию представлены и фотографии, изображающие советского солдата, регулировщика с трофейной немецкой винтовкой системы Маузера. Здесь же вы видите советских солдат, ведущих бои в городе. Сталинградская битва, это прежде всего городские бои. И бесценный опыт ведения боевых действий в условиях городской застройки запечатлен на фотографиях Натальи Баде. Впоследствии этот опыт пригодится красноармейцам в боевых действиях за освобождение городов нашей страны, за освобождение городов Восточной Европы от фашизма. И как раз настоящей школой ведения боя в городской застройке и станет Сталинградская битва. Естественно, на фотоснимках, которые были сделаны Натальей Баде, представили перед нами не только боевые эпизоды, но и представленной повседневной жизни бойцов и командиров Красной Армии, представлен солдатский быт. И здесь вашему вниманию представлены такие трогательные фотографии, как письмо с передовой, как выдача горячей пищи на советской полевой кухне, потому что, как известно, война войной, а обед все-таки должен быть. Ну и такая интересная трогательная фотография, как клоун-разведчик на привале, как один из бойцов в костюме клоуна развлекает своих боевых товарищей. Сразу вспоминается бессмертная фраза из культового фильма «В бой идут одни старики». Кто сказал, что нужно бросить песню на войне, после боя сердце просит музыки вдвойне. Ну и, конечно же, говоря о фотографиях, сделанных во время Курской битвы, нельзя не упомянуть одну из самых знаменитых фоторабот Натальи Баде. Это «Танкисты и подбитый тигр». Наталья Баде стала одной из двух женщин-военных корреспондентов, которые запечатлели на Курской дуге подбитую немецкую технику. В частности, немецкие тяжелые танки «Панцер-6» или «Тигр». Эти фотографии – это были не просто снимки для газет. Эти фотографии имели очень большое пропагандистское значение, потому что для красноармейца слово «тигр» в 1943 году ассоциировалось не с хищной полосатой кошкой, она ассоциировалась с новым немецким танком, который поступил в войска вермахта как раз накануне битвы на Курской дуге. И фотографии, на которых были изображены вот эти самые подбитые тигры, они красноречиво говорили, и эти хваленые немецкие танки можно бить, и эти танки горят. И эти фотографии были таким же оружием борьбы с новейшей немецкой боевой техникой, как и противотанковая артиллерия, граната и бутылки с коктейлем «Молотова». Представлены фотографии, рассказывающие о боевых действиях летом 1943 года. Здесь и красноармейцы отрабатывают приемы залпового огня по низколетящим самолетам противника, и минометчики на позиции, и советские солдаты у обломков немецкого самолета. Завершают нашу выставку фотографии, рассказывающие об освобождении Европы, о том, как войска Красной Армии вошли на территорию Германии, в том числе в столицу Третьего Рейха, город Берлин. Здесь вы видите фотографии возле памятника кайзеру Вильгельму Первому. Возле здания Цвингера, одного из дрезденских музеев, как известно, отступающие солдаты вермахта заминировали и дрезденскую галерею, и другие заведения культурные своего города, потому что если немецкая нация потерпела поражение в войне, считал Гитлер, то она не должна существовать, памятники ее культуры тоже должны быть уничтожены. Тем не менее, бойцы Красной Армии выполнили самый настоящий титанический труд. Они победили фашизм, но еще они приняли участие в разминировании немецких музеев. Этот подвиг вернул всему человечеству настоящие сокровища мировой культуры. И фотография, изображающая советских саперов у здания Цвингера с надписью «Музей проверен, мин нет», также представлена нашей выставке. Очень трогательная фотография, которая изображает саму Наталью Баде и ее супруга Евгения Долматовского, прославленного советского поэта-фронтовика в освобожденной Праге на Карловом мосту. Ну и, конечно же, логическое завершение нашей выставки – это возвращение домой. Бойцы-победители возвращаются на родину. Один из наиболее трогательных фотографий на этой выставке – это герой Советского Союза, красноармеец Иван Кузнецов, приехал в родное село Ворловской области. Очень трогательная сцена. Изображает солдата, который встречается со своими односельчанами. Он пришел с победой. Он принес весть о том, что самая страшная война в истории Отечества завершилась. И мы должны помнить об этом, мы должны чтить память наших предков. Каждая фотография, представленная здесь, – это эпизод жизни конкретного человека. За каждым из этих фотографий стоит история, стоит человеческая судьба. Каждая фотография – это титанический труд фронтового корреспондента. Будем надеяться, что эта выставка не останется равнодушной у сотрудников и студентов университета. И наше сотрудничество продолжится и дальше.